Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. У католиков запрещено опаздывать на литургию. А почему православные ходят по храму во время службы? Я, положа руку на сердце, скажу честно. У православных тоже ходить во время службы крайне не рекомендуется. Пришел, свечечку поставил, иконочку поцеловал, встал как грибок на одном месте и сошел с этого места только для того, чтобы причаститься или уже поцеловать крест после литургии, если ты не причащаешься. Почему ходят по храму во время богослужения? Мне надо спросить у тех, кто ходит по храму во время богослужения. Я, конечно, не призываю теперь каждого ходящего ловить, брать за грудки и говорить, вот отец Владислав сказал вас вылавливать и с храма выдворять. Нет, так поступать не надо. Иначе второй раз в храм он точно не придет. Потому что, как правило, ходят во время богослужения по храму те, кто не знают, что во время богослужения по храму ходить нельзя. И особенно раздражает это тех, кто знает, что чаще всего ходят по храму во время шестопсалмия или евхаристического канона в те моменты, когда тишина выдворяется в храме, особое благоговение, и кто-то решает, ну, скучно стало, пойду-ка свечку поставлю. Это надо тактично, с любовью сказать, слушай, ты туда не ходи и сюда не ходи. Ты пока постой. Сейчас особый момент богослужения, когда ходить нельзя. Если он через 15 минут спросит, а когда же этот момент богослужения закончится, вы скажите, в конце службы. Когда батюшка скажет, можно расходиться, вот тогда можно и ставить свечки, целовать иконы. А как же время службы свеча же не будет гореть? Ну, передай. Хотя, в принципе, сейчас не так много людей в храмах, чтобы надо было свечку передавать через кого-нибудь. О, помню, в 90-х годах, 2000-х приходишь в храм, все, дальше притворы не пройти, просишь там свечку, чтобы передали. Самое главное не через правое причо, через левое или наоборот. Разные традиции, разные суверия появлялись. Но теперь таких проблем, не знаю, или к счастью, или к сожалению, нет. Можно спокойно свечку поставить. Но если ваша свеча не будет гореть во время богослужения, это не значит, что Господь ее не примет. Потому что свеча — это не удлинители и не антенна, с помощью которой наши молитвы становятся лучше слышимы Господом Богом и Небесной канцелярией. Нет, это наш дар Церкви, дар Богу, дар любви. Это символ того, как наша любовь к Богу должна пламенеть, как наша жизнь должна таять от света Его благодати и быть послушной Ему, как послушен воск огнем. Но это несколько другая тема. Возвращаюсь к хождению по храму. Ходить по храму можно до службы и после службы. Что у католиков, что у нас. Если вы сильно хотите сделать замечание, не надо его делать вообще. Найдется кто-нибудь другой, кто захочет сделать замечание. Пусть уж лучше он грех на душу берет, нежели вы. С другой стороны, если вы знаете, что вы можете сделать тактично замечание, с любовью, не фальшиво, будет видно, что вы заинтересованы человеком и пытаетесь отгородить его от какого-то неправильного поступка, то можно и сделать, потому что кто-то другого может сказать ему гневно, с ненавистью, ты, мол, святотатец, кощунник, нельзя ходить, смертью умрешь, гори в аду. Кто-то может сказать в таком духе, человек действительно возмутится и в храм больше не придет. Поэтому можешь, умеешь делать замечание тактично, можешь сделать. Но на самом деле каждый пусть внемлет сам себе, стоит это делать или нет. Ну и думаю, что после сегодняшнего видео вы точно будете знать, что по храму ходить не надо. Как говорит апостол Павел, все должно быть благопристойно и чинно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...